Вот такая вот ситуация. Спасают. Трак загорелся. Где-то целый час был я в трафике. Вот они мои тачки стоят, ребята. Целый ряд. Последняя хондайка. Разгрузился я, короче. На вот таком терминале сейчас буду пытаться отсюда выезжать. Забираю свою первую тачку. В Техасе скинул я вчера все семь машин в порту. Было темно уже, я не поснимал. Как вы видели, такое было капитальное сборище машин отовсюду. Вот, а это моя первая машина идет на Массачусетс. 2015-го вроде бы. Ford Escape. У нее даже left gate на кнопке. Это вообще удивительно. Люкс. 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 Одним словом. Залон. Современно. Смотрите, какое все мягенькое. Пластик трещит, но смотрится четко. Не знаю, новый Ford Escape я еще не перевозил. Кажется, это первый раз. Ручник настоящий. Да вы что. Люкс. Люкс одним словом. Зафарширован на кнопочке. Система Sync by Microsoft. Все дела. Спидометр. Кожа на руль. Или дермантиновый. Коробка автомат. Контроллер такой вот. Очень красиво все такое. Пластик мягенький сделан. Глянцевый. Подогрев сидений. Зарядочка так аккуратно сделана. Да. Форды молодцы. Подняли качество. Мне нравится. Зеркала только. Смотрите. С мертвой зоной. Все. Грузим. У нас только одна машина в Далласе. Поэтому. Это вот. Ну да. Одна машина. Загружаем и едем уже авось. То есть она будет только остановиться где-то мне. Позавтракать. И можно будет работать по полной. Сегодня у меня по плану может быть в Юстоне. Если все будет хорошо. Без всяких там приключений. Может быть загрузим три машины. Разные стоят такие. Короче дилерская drive time. И дилерская. Карвана. Вот это я с карвана забрал. Так. Далеко мне не надо ехать. Вот сюда. Так. Готово. Едем на город Остин. А точнее Спайсвуд. Есть городок. На западе. Остин. Там у нас. Еще одна машинка. Тоже какой-то. То ли автобус. То ли джипик. Сейчас посмотрим. Это город Форт Уорф. Находится. К западу от Далласа. Такой здоровый. Очень быстро расстраивающийся городишко. Пробка с утра образовалась здесь. Хотя уже 10 утра. Ремонт дорог или что-то идет. Смотрите какие развязки. Вот это Техас. Тут очень быстро растет население в этих городах. Ну вообще в штате. И ребята не успевают строить дороги и развязки. Наверное если бы не строили. Тут бы весь город стоял бы. Днями и ночами. Вертолетики летают. Над трассой. Или он садится. Да, садится. Что он делает непонятно. Что-то пацаны новости снимают что-ли. Что-то пацаны новости снимают что-ли. Летельно. Полетел дальше. Одного скинул. Кого-то забрал короче. Хеликоптер. И ушуршал. А мы находимся на трекстапчике. Город Ваку. Такой вот здесь трок стоп. Заехал. Надо хоть позавтракать. Уже 12 дня. А я все еще работаю, работаю. Забрал в общем только одну машину. Двигаюсь в Остин. За второй. Тойота Кемри гибрид. Забираем. И на Сан-Антонио. Садится. Это 20 минут летал пока я был в шауре. Может правда уже несколько раз летал. Летачок. Нехилый городок такой. Сан-Антонио. Наверное. Сан-Антонио. Не меньше Остина. Если не больше. Этот город играет тоже существенную роль в штате Кехас. Его называют еще Military City. Здесь очень много военкоматов. Очень много армейцев всяких. Как говорится сконцентрировано. Вот такие сильно защищенные города. Сан-Антонио. Всем доброе утро ребята. Это у нас город Хьюстон. Вчера мы сюда прикатили вечером. Видите все сухо. Потопов нету. Все уже высохло. Правда он скопление машин. Здесь на парковке неожиданно. Здесь раньше не было только машин. Думаю что какие-то ринтовские тачки сюда складывают. Потому что места может быть в других местах нет. А мы сейчас тут ждем очередной груз. Четвертая машина. Toyota RAV4. Сделала небольшую перегрузку сейчас. Чтобы было удобно потом грузиться. Место вот хорошее. Короче погодка здесь вообще идеальная. Было жарко правда вчера. Сейчас вот 9 утра можно сказать. Еще прохладненько. Но уже солнце начинает палить. Тропическое. Вчера поломался короче у меня кондиционер. Не знаю в чем проблема короче. Просто перестал дуть холодный воздух. Думаю сегодня будет весело короче. Надо будет заехать. Отечку его починить. Вот. Ну что ребятки. Перегружаемся. Машинками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такой арсенал у меня. На данный момент. Ford Escape. Прикольный такой Fordец. В общем он идет на Бостон. И Toyota RAV4 тоже идет на Бостон. Эти два ACV черных. Они у меня пойдут наверх. Сейчас. Автобус вниз поставим. Он идет на Массачусетс. Как бы ближе Бостона. И он здоровый его на низ. Только Кемри тоже наверх. Он идет на Албани. Не думаю еще пару раз перегрузимся. Пока погодка. Занимаемся в общем перегрузкой. Запаковали немножко. Как нужно. Смотрите. Уже вот эти машины две Бостон. Массачусетс. Ух ты. Ты посмотри кто к нам прилетел. Эй. Ребята. Тут эти популярные черные вороны такие. Тут даже не вороны. А какие то птички. Я даже не знаю. Какие то каброны короче. Такие прикольные. Они такие наглые. Везде садятся. Они чистят короче этот. Как он. Они классно. Грильные драки чистят. Садятся короче. Прям на этот. На решетку спереди. Там же можно всякие комарики. У них пожирают все. Так. Ну что. Почти готово. Сейчас мы эту сторону завяжем. И все. Ради того. Четыре машинки есть. Сейчас поеду за пятой. Место наводнения. Там где было наводнение. Недалеко от города Рагпор. Есть такой городок. У кого вообще затопилось. И это я не знаю как сейчас там. Обстановка. Но встречаемся с клиентами. На Хамдипо. В Хамдипо вроде нормально. Большая парковка. Воды нет. Будем загружать пятую машину. Пятая машина у нас джип Ренегейт. Новенькие байки. До сих пор вывез затопленные тачки с Хистона. Мужик. Мужик он сзади. Ввез затопленные эти. Мотоциклы. Да он паром. Помните как все залито здесь было. Да? Все сухенько. Все хорошо. Все работают. Хистона жил. Ну а мы мчим за пятой машиной ребята. Город Кима. Есть такой тут на юго-востоке Хьюстона. Забираем джип Ренегейт. Небольшой такой SUV. Паркетник. Вроде там нормально. Сейчас посмотрим если там осталось эко ураганов в Харви. Или уже все высохло. Потому что там по побережью возле океана самые сильные были удары. Хьюри Кейна. Как говорится. Вот оно. City of Houston. Да он там. Эти уже города за 4 года стали такие родные. Как будто уже здесь живешь. Практически так и есть. Потому что проводишь очень много времени. Месяц наверное две-десять пока загрузится. Разгрузится. Здесь все такое. Пробочка образовывается. Разгрузится. Измельчика красота океанчик ребята правда вода не такая красивая как во флориде но это неподалеку от гальмистана город кима буквально неделю назад здесь все было затоплено сейчас уже высохло и люди продолжают девая немножко правда еще подтоплено как видно думаю что вода скоро сойдет это такие как болотные места они так быстро воду не пропускают но в общем все классно дорожки все подсохшие работа продолжает и утро выглядит следующим образом трафик трафик еще раз тракт что-то прям нескончаемый проехать нельзя выехать переехать я заехал на одну заправку и не работают колонки я думаю короче переехать через дорогу чтобы заправиться на другой заправке это такая проблема потому что тут же есть тач какой-то такая вот заправочка здесь все лежит лоба 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 здесь солярка значит по 2.45 она тут везде в этом районе по 2.45 но там где я только что был колонки не работают короче и пришлось заехать сюда но сегодня у нас понедельник ситуация у нас 5 машин на трейлере 2 надо загрузить как бы уже одна найдена 6 нужна сейчас седьмая ждем ждем 7 что можно было уехать домой потому что мне надо уже ехать пятницу за трейлером за новым трейлером поэтому поэтому надо поспешить домой но сейчас пойдем заправим полные баки и вперед на работу смотрите какая хроматнейшая перерабатывающая станция как целый город это у нас в принципе на город и есть называется бэйтаун штат техас это восточнее от хьюстона вот такая вот нефтеперерабатывающая база кстати эта же база приостанавливала свою работу во время потопа когда здесь было затопление затопило даже у них тут очень много всего вода поднялась но сейчас вроде как работы возобновились явно солярка немножко бензин подорожал это однозначно на колонках наверное центов на 20 стало дороже на 30 ну как видно вот запасы запасы вроде как есть бензолин в общем сейчас ребята едем на трекставчик travel centers of america у меня какой-то брейк-чембер пропускает тормозная камера и в бутонах у меня воздух шипит вот надо проверить какой поменять сейчас поменяю масло брейк-чембер и кондиционер надо заправить едут с открытыми окнами жарко страшно просто вообще кстати вон тут масло тоже меняют трактинг сейчас может туда заеду о, моечка тут сразу ну отлично в общем я попал в правильное место тракт сейчас помою трейлер тракт ваш сейчас посмотрим если здесь натейки вообще имеется сервис или не имеется его вообще потому что что-то я в реале его и не видел думаю был бы ни к чему если бы если там стоит сервис по замене масла то натейки может быть его и нету что-то я так припоминаю что здесь они не ремонтируют сейчас посмотрим вот 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 видим назад на тейку короче я не стал ждать 5-6 часов на тейке как они сказали поехал на спидки поменял масло тетрадок все дела сделал поеду к ним сейчас заправлю кондиционер может быть в мостах поменяю масло уже чёрное не он не 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 врубан крокодильчик классно паркуется из бампер мухах вот это хата на коляске может за нам короче с колонки уехал старый петербилл на не знаю 80-х годов старичок капитально так никак я не подъеду короче на колонку проблема с теми колонками с одной стороны попытался короче заехать не влез с другой стороны тоже узенько здесь и не хузенька а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...